Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», пятый том, вопрос 1477. За что вы угрожали властям из камеры? Ответ. Игнает Тихонович Лапкин. Дело касалось конфискации магнитофонных пленок с религиозным содержанием. Я болел за них, потому что обокрали многих людей, лишив их духовной пищи. В выдержке заявления Лапкина прокурору края. Добавлю, что по религиозным мотивам часть допрашиваемых сокрыли, что полученное имя от меня получено совершенно даром, то есть и себестоимость сырья где-то на 2500 рублей. Я отдал совершенно даром во имя Христа. Месячный мой оклад сторожа равнялся тогда 72 рублям. По заповеди Божьей делать тайно доброе дело. На суде можно будет об этом сказать. Выражаясь языком Библии, напомню. Судьи их вечерние волки, не оставляющие кости до утра. Книга Сафония, 3 глава, 3 стих. Судья Бога не боялся и людей не стыдился. Луки, 18, 2. Судьи возлагают на весы беззаконие своих рук, то есть собственной корыстной жадности до того, чтобы захватить, награбить у невинно подозреваемых и приобрести себе доход. Когда восточные патриархи снимали другую одежду с патриарха Никона, разжаловали его в монахи, он сказал, «Турецкие данники, разделите между собой жемчуг, бисеринки вам всем достанется». Это было тогда, это и есть и сегодня. Допустим, отняли, разграбили нас, обидели на 20-30 тысяч рублей. Но что это для государства? После этого тысячеустная молва прогремит по всему миру о всех вас, именно как о беззаконных судьях, действующих в Союзе. И эту молву порождаете вы своими корыстными, лжеизмышлениями, постановлениями. Такая жадность к противозаконным конфискациям, понятно, вы же дети тех, кто расколачивал простое крестьянство. Тяга у вас нетрудовым доходом брать даром, но тихо, без опасения получить отпор. А с бумажкой санкция прокурора, дружка вашего. Но знает ли в Москве в верхах, сколько зла вы делаете, этими своими жадными, до чужого добра действиями? Ведь бабушка, у которой вы конфисковали духовную пищу, часто совершенно слепая и духовно-физически приобрела сама это. К ней приходили, слушали, утешались. Это для них единственное окно в духовный мир. Они собирали грошевые пенсии годами, часто в складчину, чтобы приобрести эти записи. И вот вы все это отняли, ограбили их. У них остались одни ненужные магнитофоны, как корочки от них. Пройдут год-два, эти доходы, в кавычках, от конфискации, и следа у вас не оставят. Но молва о ваших беззаконных действиях далеко и долго будет издавать запах позора огромного, грязного пятна на теле советской юстиции. Как христианин, я прошу вас, и заклинаю именем Бога и Христа Иисуса, верните и мне, и всем все конфискованное, кроме инкриминируемого мне, если уж так страшитесь этих материалов, или в крайнем случае объявите людям, так как по закону вы должны, со слов моего следователя, так как я-то нахожусь сейчас в тюрьме, все стереть и реализовать через госторговлю. То вам много выгоднее объявить всем, у кого все изъято, чтобы они выкупили у вас все магнитные записи по себестоимости, и люди будут продавать все, будут занимать деньги, но выкупят хлеб для души. Мы вас предупредили о последствиях вашей незаконной акции, не человеческими словами, но грозным Словом Божиим, что человек посеет, то и пожнет. В скобках. Советская власть после изъятия церковных ценностей разрешала иногда тут же выкупать их. Иоанн Златуус говорит, если у тебя отняли ограбелю, то ты скажи, слава Богу за все, и это отнятое Бог примет, зачтет дороже милостыни, и расхищение имения верующие примут с радостью, когда высшие стоящие органы подтвердят ваши безумные акты грабежа, а иначе этого никто из обиженных вами не называет. Мы скажем эти слова. И Бог говорит, то, что ты захватил у бедного, ты изблюешь. Ивов 20 глава 15 стих. Многократно Вы, считающие блюстителями правопорядка, узаконивая такое беззаконие, наносите громадный вред нашей великой Родине, играя на руку врагов. Да, вразумит вас Бог на добро. Игнатий Лапкин, 26 мая 1986 года. Субтитры создавал DimaTorzok